Девушки отдыхают Здравствуйте. Это Мадина, одна из самых востребованных писательниц. Издано много её рассказов. Недавно она принялась за новую работу. Она давно хотела побеседовать с вами и узнать много хорошего. Я вам не буду мешать. Продолжите сами. Спасибо вам. Пожалуйста, садитесь. Наверное, вы удивлены, почему я именно вас позвала. Джасура Зимов, я давно хотела с вами поговорить. Очень рада видеть вас здесь. Спасибо, что согласились. Чем могу помочь? Мне нужна ваша помощь. Как вам известно, я начинающая писательница. Как я могу быть вам полезен? Я не писатель и не занимаюсь творчеством. Кажется, вы меня с кем-то путаете. Я хочу услышать от вас вашу историю, честно говоря. Я не понял. Какую ещё историю? И какое это имеет отношение к вашему роману? Я узнала, что вы преодолели много препятствий и трудностей, чтобы добиться своей любви. Такое не каждому по плечу. Расскажите свою историю. Я не хочу вас обижать. Я вас понял. Мне пора. До свидания. Гасур, привет. Здравствуйте. Как дела? Как поживаешь? Хорошо, спасибо. Сами как? Нормально. Рад видеть тебя. Какие ветры. Ваша сотрудница Мадина хотела поговорить. Мадина? Хорошо. Она начала свой роман? Да. Любовь и ненависть название романа. Привет, сестра. Как ты? Привет. Нормально. Дочка, развод формально утвердился? Да, мама. Пора было покончить с этим. А ты подумала о своих детях, дочка? Они вырастут без отца? Да. Я бы всё перетерпела. Но его измену никак не могу простить. Спасибо. Чего уставилась? Присматривай за детьми. Да, этот мерзавец не изменится. Не так страшно стадо людей, как один лиходей, говорят в народе. Он не подумал ни о тебе, ни о своих детях. Чего ещё можно ожидать от такого подлеца? Я сам с ним разберусь. Я вообще не суй нос в семейные дела. Лучше иди и помогай сестре с детьми. Иди, сынок. Иди. Нашёл время показывать себе. Да, всё нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Добро пожаловать. Рад вас видеть. Взаимно. Как вы сами? Спасибо. Мне нужна ваша помощь. Я вам не помешала. Давайте пойдём в мой кабинет. Вы подумали о моей просьбе. Вы бы меня выручили. Для меня важнее, чтобы мой роман получился поучительным, а не попросту передавался из рук в руки. Понятия не имею, что за поучительную историю я могу вам рассказать. Свой жизненный путь, свою историю любви. Вы преодолели много препятствий. И вам было нелегко приобрести своё счастье. Как вы назвали свой роман? Любовь и ненависть. Почему именно любовь и ненависть? Сейчас молодёжь очень легкомысленно относится к любви. И из-за мелочей они готовы отказаться от своей любви. Думаю, ненависть – это горько впоследствии горячей любви. Каждый раз, когда ненависть бушует в твоём сердце, она напомнит тебе о своей потерянной любви. А любовь, она похожа на весенние облака. Она как весенняя дождь. Неожиданно приходит и охватывает всю твою сущность. Но не всё, о чём мы мечтаем, имеет счастливый конец. Добиваться своей любви не значит приобрести счастье. Разве вы не… Когда я встретил Севару, я уже был помолвлен. Не знал, что вскоре моя судьба так сильно изменится. Иродо, может, хватит с телефоном? Новое платье привезли в магазин. Красивое, надо примерить. Ты только посмотри. Красотища. Тебе так трудно со мной разговаривать. Очень красивое. Оно шикарно будет смотреться на мне. Они есть в каждом магазине. Ну вот ишь нет. Только одно осталось. Я должна немедленно его купить. Согласись, пожалуйста. Платье важнее меня? Осталось только одно. Если не поеду, продадут. Я быстро. А ты посиди. Не скучай. Слушай, кем ты себя возомнила, а? Думаешь, ты мисс Вселенная? Я думал о тебе. Или нашла себе ухажёра? Мы с тобой уже развелись. К тому же у тебя есть семья. Ты нас опозорил. Опозорил? Это ты меня опозорила. Отправила столько бумаг мне на работу. Прямо сюда. Если ты про алименты, не забывай. Мы не нуждаемся в твоей помощи, понятно? Ты лучше возьми обратно своё заявление. Насчёт детей я в полном состоянии обеспечивать их. Может, лучше дать ему ещё один шанс? Мы все ошибаемся. Бывают ошибки, которых невозможно простить. На ошибках мучаемся. А обещание порой бывает ловушкой. К тому же, нехорошо подслушивать чужие разговоры. Надо было разговаривать потише. Не плачь из-за кого-то. Он не стоит ваших слёз. Если бы он стоил, не заставил бы вас плакать. Бывают и такие моменты, что из-за нестоящих тоже проливаешь слёзы. Он ещё ответит за причинённого вида. Надежда крыляет, обман убивает. Надежда. Извините, вам не нужна помощь? Сынок, мы с твоим папой посоветовались и решили ускорить вашу свадьбу. Да, дорогой? Да. Ты сам знаешь, что многие сватаются за иродами. Мама, вы же знаете, у меня сейчас дел по голове. Мы не должны так медлить. Дела сейчас в самом разгаре. И вдобавок, когда ирода окончат институт, всё будет легче. Вам бы только наслаждаться жизнью и развлекаться. Всегда остаться молодыми, да? Так, сынок? Мама, я и так недавно начал эту работу. Дела успешно идут. У меня ещё пару планов. Семья не помеха делу. И твоим планам тоже. Вот мы с твоим папой поженились. И это не помешало его планам. Правда? Я тоже мечтаю оснащить. Ты не должен так бояться семейной жизни. Ты уже не ребёнок. Решись уже скорее. Дела подождут. Я тоже скоро окончу институт. Я тоже смогу управлять рестораном. Ещё мои друзья уже женятся. И у них уже есть дети. О-о-о. Вот в чём дело. Вот вам жених, папа. Нет, только после тебя. Я тебе сколько раз говорила, давай девочку. А ты всё хотел мальчика. Покажу. Готовы? Учебники взяли? Ничего не забыли? Нет, мама. Обед моей зайки готов. Принеси сумку и положим твою вкуснятину. Ты мой умник. А ты моя умница. Вы меня сегодня порадуете? Конечно, мама. Кстати, наша учительница позвала. Надеюсь, услышу хорошее. Да, мама. Ну, пошлите. Привет. Привет. Как настроение? Отлично. Эти прелести мне? Спасибо. Они великолепны. Но ты прям принц, дождавшийся своей принцессы. Угадала. В честь чего эти цветы? Родители хотят ускорить свадьбу. По-моему, родители уже поехали к тебе домой посвататься. Хочешь моего согласия? А что, не согласишься, что ли? Я подчиняюсь своим родителям. Как они скажут, так и будет. Да, ты права. Подержи мой букет, пожалуйста. А ты им ничего не скажешь? Если спросят моё мнение, конечно, скажут, что я тебя люблю. А где мы будем жить после свадьбы? Конечно, у нас. С моими родителями. А разве мы не отдельно будем жить? Не говори так. Мои родители очень хорошие люди. Ты меня не понял. Если мы будем жить вместе, сможем ещё поближе узнать друг друга. Я это имела в виду, дорогой. Пошли. Я уже заказал места на двоих в ресторане. Здорово. Пошли. Не будем. Не уроним букет. По дороге зайдём в Пайнет. Денег не осталось на счету. На, возьми. Это тебе. А это тебе? Мне тоже дай. И мне. Держите. Потом поговорим. Ого. Праздник устроили. Что празднуем? Помолвку, Ироды. Ты в своём уме? Что за помолвка? С кем её помолвить? С её парнем, конечно. Да, так. У неё есть парень? Да. Все об этом знают. А ты не знал? Ирода, почему я об этом не знаю? Давай выйдем. Мы должны поговорить. Говори здесь. Я ничего не скрываю от подруги. Ты же знала, что я люблю тебя. Разве я тебе что-то обещала? Скоро у меня свадьба. Брось. Я тебя люблю. Я тебя никому не отдам. Ещё не поздно передумать. Тимур, ты спятил. Или ударился головой. Запомни. Ты будешь счастлива только со мной. Я тебя никому не отдам. Никогда. Наши эскизы отлично сочетаются с этими материалами. Всё записываешь? Да, конечно. На сегодня всё. Можете. Спасибо. Сивара, ты столько потрудилась из-за меня. Давай пообедаем. Спасибо, но мы должны закончить дела с девушками. К тому же я не хочу занимать твоё время. Я же сам приглашаю. Ты тоже устала. Ещё и дождалась меня сегодня. Прошу. Не трудно с уроками. Справляешься? Здравствуйте, дядя. Здравствуй. Как прошёл день? Хорошо. У них мама не пришла. Можно их подбросим? Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Как учёба? Как тебя зовут? Ой, Бек. А тебя? Паризотто. Рад знакомству. Давайте в машину. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну, как дела? Хорошо. Что вы здесь делаете? Мама здесь работает. А, понятно. Привет. Знакомьтесь. Мой сын и моя дочь. Они с моей племянницей Сабиной в одном классе учатся. Хорошо. Не устал? Нет. Дела в разгаре. Наверху есть детская площадка. Вон оттуда поднимайтесь. Идите. Хорошо. Севара, уже поздно. Может, закончишь? К тому же, дети с тобой... Осталось чуть-чуть. Дети уже привыкли быть со мной на работе. Джасур Азему, здравствуйте. А если вам что-то понадобится, я здесь. Хорошо. Я позову. Не зря говорят. Волей труд дивные всходы дают. Сколько прошло с тех пор, как ты развелась с мужем? Ты не подумала еще выйти замуж? Ты еще молода, красива. Еще у тебя отличная работа. Воспитание детей тоже дело непростое. Нет, Джасур. Не подумала. Ассаляму алейкум, мама. Хорошо, выспались? Ба алейкум ассалям, сынок. Последние дни ты поздно приходишь с работы. Все в порядке. Меняем дизайн ресторана и... Занавески решили поменять. Вот и вожусь с этими делами с утра до ночи. Ясно, сынок, поняла. Я рада за твои успехи. Но мы не должны забывать про свадьбу. После свадьбы все эти домашние дела моя сноха будет делать. Сыроды, общайтесь. Завтра мы поедем к ним домой в гости. Мама, вы только не спешите. Свадьбу сыграем летом. И другие мероприятия сделаем ближе к свадьбе. Столько забот и хлопот у меня на работе. Я каждый день должен быть там. Как только... Что? Докончу эти дела, сыграем свадьбу вашей мечты. Думаю, ты не скоро освободишься от этих дел. Вдруг ее родители передумают. Вдруг подумают, что мы не хотим ваш брак. Что тогда будет? Обещаю, докончу дела, сразу сыграем свадьбу. Мне пора, мама. Ильхом заждался. Он меня ждет. Не забудь встретиться с Иродой. Хорошо? Сегодня встретимся и поговорим. Я вам скажу ответ. Хорошо. Хорошо, мам. А вы берегите себя. Я вас люблю, мама. А завтрак? Спасибо. По завтраку и на работе. До скорого, мамуля. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Ты же будешь рядом Хорошо Подруга звонит Алло Привет Вернулась? Как хорошо Я обязательно встречусь с тобой Береги себя Пока Никак не разлучишься с телефоном Подруга вернулась из Европы Помнишь, я тоже поучаствовала в конкурсе, чтобы учиться за границей А оказывается, я прошла конкурс Место для медового месяца тоже готово, значит? Было бы здорово Отлично Ты начинай подготовку, я тоже начну Договорились? Хорошо Через час я должна встретиться с подругами Подбросишь меня Хорошо, поехали Поехали Я вам позже перезвоню Ладно Салют Очень усердно принялась за работу Не устала? Нет, спасибо Когда пришёл? Я даже не заметила Смотрю, ты так погрузилась в работу Садись Конечно Очень хорошо так ответственно относиться к работе Сива У меня к тебе один вопрос Только ты не обижайся Задавай свой вопрос Надеюсь, ты меня не обидишь Тебе так трудно снова завести семью Или Ты боишься служить родителям мужа и потерять свою свободу? Любая женщина хочет иметь рядом сильное плечо Опору Если мужчина даст женщине свою любовь и заботу Эта женщина до конца своей жизни будет с этим мужчиной А те, кто разводится из-за свекрови Поверь, обманывают из себя и окружающих Я тебя не очень-то понял Вот, например, я тоже помолвлен Я очень боюсь сделать её несчастной Из-за непонимания, из-за противоречий Ты просто будь внимателен к ней Как только она поймёт, что она тебе нужна Всё будет хорошо Медовый месяц, путешествия, поход по магазинам Ты это имеешь в виду? У молодёжи свои взгляды на жизнь Всё зависит, в какой семье она выросла А что плохого в путешествии? Когда я с тобой разговариваю, мне очень комфортно и спокойно А с иродой наоборот Вы просто ещё не знаете друг друга Принимай её такой, какая она есть Если попытаешься её изменить, можешь её потерять Если ты доволен фасоном, я начну работу Джасур Прости Минутку Здравствуйте, мама Как вы? Как дети? В какой больнице? Всё-всё, успокойтесь Я подъеду Ему уже лучше Мы перевязали его рану Она не страшна Опасность уже позади Спасибо Он должен вовремя принимать свои лекарства И не хулиганить попусту Мы всегда готовы вам помочь Спасибо, доктор Спасибо Берегите себя Спасибо Спасибо Джасур, можешь идти Тебе ещё надо на работу Сивара Ты лучше иди домой и отдохни Я сам позабочусь о нём Ну что ты говоришь Можешь идти Не переживай Иди Мы, мужики, сами справимся Всё равно я сейчас свободен Наконец пришла Как ты сестра? Нормально Нормально А как ты сама? Хорошо Недавно уснула? Да Ну ладно, иди отдыхай Я сама Спокойной ночи Мама, вы вернулись? Как брат Хорошо Остался в больнице Мама Мама учит Мама права Вы не смогли быть хорошим отцом Я больше не хочу вас видеть Дочка Так вышло, мама Ты неправильно поступила, дочка Нехорошо так грубить папе А бросить свою семью, хорошо? Ты поймёшь его, когда станешь взрослой Больше так не поступай, хорошо? Мама, я для вас выучила один стих Хотите услышать? Конечно, хочу Мать была всех наших игр ценитель Участник всех бесхитростных затей И самый первый в жизни наставитель И самый справедливый из судей И как мы были бесконечно рады Когда она своим счастливым взглядом Уставшая от вечной суеты Смотрела наши первые тетради И первые похвальные листы Мама, я вас очень люблю Я вас очень люблю Очень сильно Тебе лучше? Да Голова уже не болит? Нет Хорошо себя чувствуешь? Да Дьясур, доктор уже осмотрел его Нет ещё Утром взяли у него анализы Наверное, скоро зайдёт Доброе утро Доброе утро, доктор Как вы не встаёте? Хорошо, спасибо Сами как? Как самочувствие? Ему гораздо лучше Результат анализов положительный Сегодня уже может выписываться Но он должен соблюдать строгую диету Запрещено быстро бегать Долго смотреть телевизор Особенно нельзя играть телефон Понял? Да, понял Сейчас я вам выпишу рецепт Можете купить его из любой аптеки Должен принимать три раза в день после еды Про массаж не забывайте Спасибо, доктор Берегите себя Счастливо Джасур, спасибо тебе Ты не спал всю ночь Иди домой Поспи немного Мы тоже вернёмся домой Да, сынок? Да Надо доканчивать начатое Сначала я вас подброшу Потом поеду на работу Хорошо? Может, не надо? Нет, давайте, поехали Чай будете, бабуля? Не буду Доброе утро, мама Доброе утро, дядя Чай будете? Как вы тут? Нет, спасибо Утро слишком доброе Наконец-то ты пришёл Добро пожаловать в родной дом Знаю, мама Я вас сильно встревожил Не зря ведь, говорят, мама С малыми детками горе А с большими вдвое Я рада, что ты хоть это осознал Надеюсь, это не пустые слова Поймёшь меня Когда ты сам станешь родителем Хоть и на минуту опоздает твой ребёнок Не найдёшь себе места За одну ночь я уже почувствовал Каково это быть родителем Что ты сказал? Ты стал отцом? Ты меня пугаешь, сынок Мама, что вы говорите? Моя коллега оставила своего ребёнка мне Оставила тебе? Прислушать, присмотреть за ним Вы его знаете? Сын Хасана Мой смелый сынок Не зря, говорят, береги честь с молоду Не давай людям повода говорить о тебе за твоей спиной Мама, вы же меня знаете Нечего так беспокоиться Всё хорошо Я очень устал Есть дела на вечер Вы посидите, а я посплю Немного Хорошо? Ладно Ладно Приятный месец Будь осторожен Береги честь с молодым Знаю, мам Всё понял А вдруг он будет похож на сына того соседа, господи А что с сыном соседа? Тихо Поехали Какие люди? Так нарядилась Для кого? Интересно? Добрый день Что за славный малый? Познакомь нас или новый ухажёр? Не устраивай сцену Думай, что говоришь Постыдился бы Что тебе ещё нужно? Что нужно от меня? Нашла себе молодого? У тебя хороший вкус Мужики сами смогут познакомиться Она моя жена Точнее, бывшая жена А ты кто? Чего ходишь за ней? Или он хочет стать отцом моим детям? А? Я ещё жив, поняла? Давай в машину Пожалуйста, садись Закрой дверь Убери руки Сам убери Отвали Полаубег, прекрати Что? Тебе не стыдно? Ради наших детей ты дашь мне спокойно жить или нет? Всё, садитесь в машину Садитесь Я тебе ещё покажу Каково это Украсть чужую жену? Ты сначала учись уважать себя Прежде чем раструбить Что она твоя жена Выполни свой мужской долг Нашла себе защитника Ты слышал, что он сказал? Тоже мне мужской долг Ну А дальше что? Севара Не плачь Он не стоит Твоих слёз Я и тебя побеспокоила Задержала Я не хотела Нет, вовсе не так Последнее время я впутываю тебя в свои проблемы Я не хочу этого Надо с этим покончить Надоело Трусливый человек бегает Слепую, крепко держа в руках свою чашу Придёт время, и он ударится Или упадёт Что-то из двух В итоге Потеряет И любимую чашу И сладкое вино Потом всю жизнь Будет жить С жаждой одного Гладкого вина Сестра, как поживаешь? Как твой муж? Как Сабина? А где она? Хорошо, спасибо Сабина сейчас в школе А, хорошо Так давно не виделись с тобой Да, всё в порядке? Вовсе нет Решил жениться, но об остальном совсем позабыл Брат Мама, что-то случилось? Мы же отложили свадьбу на лето Пусть окончит институт Она ещё ребёнок Она ещё не готова заводить семью Дать им волю Девушки никогда не будут готовы к замужеству Завтра мы сходим в магазин И купим все оставшиеся вещи А ты поговори с ней, хорошо? Хочу расширить свой бизнес Отлично К тому же у нас разные взгляды на жизнь Решил нас одурачить, да? Она ещё слишком юная Дальше сам будешь её воспитывать Если ты правильно поухаживаешь за ней Она станет половинкой твоей мечты Я всё это знаю, мама Но иногда мне очень трудно её понять Смотрю, копается в телеграме, в интернете Смотрю, бегает за шмотками Кажется, она не имеет немалейшего представления о семье А кому ей ещё показывать свои капризы? Завтра мы с ней обязательно встретимся и поболтаем Вы посидите, я немного отдохну Ладно, иди Ужасный устал Отдохни Вы должны поторопиться А вдруг он передумает Давайте идите теперь, хорошего дня Пока, мама До встречи Ты настраиваешь моих детей против меня Давай договоримся У тебя есть семья И дети есть Оставь нас в покое Пожалуйста Я вижу, как ты их воспитываешь Тебе лучше заниматься с детьми А не гулять с мужчинами Во-первых, не ссорься со мной посреди улицы Во-вторых, ты вообще не вмешивайся в наши жизни Мы с тобой давно развелись Об этом не забывай, хорошо? Здравствуйте, брат Можно на минуту? Здравствуй, конечно Приятного аппетита Ну, какие новости? В следующую субботу сестра выходит замуж Можно утренних гостей здесь будем принимать В следующую субботу? Почему так быстро? Родители её, будущего мужа спешат Мы бы с радостью в следующий месяц Сыграли бы свадьбу Конечно Можно об остальном поговорить с Эльхомом Спасибо вам Удачи Удачи Здравствуйте Здравствуйте Может вам помочь? Спасибо А Севара здесь? Только что ушла Да Передать ей что-нибудь Нет, спасибо Позже за это Хорошо Счастливо Можешь продолжать работу Понял Здравствуйте, брат Как вы? Привет, как ты сам? Хорошо, спасибо Как прошла свадьба? Очень красиво Спасибо, брат Вы нас очень выручили Мы же как одна семья Всегда должны помогать друг другу Как там племяшки? Хорошо А они остались у вас? Да, они же с нами живут Ух отца другая семья, дети Да, я это знаю Но твоя сестра же вышла замуж? Нет, вы неправильно поняли Младшая сестра вышла замуж Севара, думаю, больше не выйдет замуж А младшая сестра вышла замуж Я думал, Севара Ладно Ты приступай к делу Хорошо Хорошо Севара Я давно хотел признаться в одном Ты только пойми меня правильно Ты Мне Ты мне Очень нужна Я влюбился в тебя Джасур, я тебя уважаю Кажется, мы неправильно друг друга поняли Прошу тебя, не говори так больше Когда Сардур говорил, что сестра выходит замуж Я еле сдержал себя Подумал, что это ты Ради твоего счастья успокоился Больше такого я не выдержал Ну что ты несешь? Мы с тобой деловые партнеры О таких темах не может быть и речи Может, я обидел тебя Но я Уже сделал свой выбор Подумай, Севара, пожалуйста Я готов ждать тебя сколько угодно Если хочешь сохранить наши дружеские отношения Больше не говори таких слов Джасур, они сами сделали покупки Есть недостатки Тогда поговори с ними Пускай Умар дополнил покупки Хорошо? Но они не смогут еще расходовать Как поступить? Ясно Возьми, это наша корпоративная карта Купи оставшиеся продукты на нашу карту А им ничего не говорите Так будет лучше Не обязательно раструбить Щедрому Бог дает А у Скупого Черт, он бирает Давайте к делу Мы с подругами отправляемся в Самарканд Посетим исторические места Правда, здорово? Иродо Я должен тебе кое-что сказать Пойми меня правильно Мы Не подходим друг к другу Что случилось? Что с тобой? Проблемы на работе? Иродо Ты хорошая девушка И обязательно найдешь свое счастье У нас Разные пути Что? Разве ради этого мы были помолвлены? В чем моя вина? Скажи мне правду Что я скажу родителям? Прости меня, если сможешь Пожалуйста, пойми меня Мне тоже нелегко сейчас Алло Да, заходи, дочка Что с тобой? Все в порядке? Все нормально Потом поговорим Почему тогда плачешь? Что стряслось? Просто так захотелось Поговори с ней Может тебе откроет сердце Мама Она давно готовилась к конкурсу Может провалилась И поэтому расстроилась? Думаешь, она так расстраивается Из-за какого-то конкурса? Иди к ней Узнай, что случилось Хорошо Ирода Что с тобой? Почему плачешь? Не прошла конкурс? Да Ты угадала Я провалила конкурс Не стоит так мучиться Из-за этого конкурса Этот конкурс был Выбором моей жизни А я не смогла пройти его Понимаешь? Как я буду смотреть в глаза Своих родителей? Как? А какое они имеют отношение к этому? Джасур хочет разорвать Наши отношения Почему? Поссорились? Бывает и такое до свадьбы Погорячился Вытри слезы Иди к нему И поговори с ним Он больше не хочет со мной видеться Он уже все решил Слышишь? Что теперь будет? Это я во всем виновата Проблемы в институте? Нет, с учебой все хорошо Они с Джасуром поссорились Бедняжка Значит, ей было неловко передо мной Ну ладно, оставим их в покое Помириться Вам было так легко Бросить эроды И расторгнуть вашу помолвку? Это Было не так легко Как вам кажется Если бы мы поженились Тогда наша семья разрушилась бы Наша помолвка изначально Была Решение старших Мы знали друг друга С детства Ясно Значит, такова судьба По-вашему Вы не сделали несчастной Одну женщину Ради счастья другой Я очень долго думал об этом По-вашему Было лучше сначала пожениться А потом расстаться, да? Понятно Мультик нравится, солнышко? Да, мамочка Ирода Поговорила с Джессуром А... Да Поговорила Всё кончено Ты скажи маме Пускай она Поставит последнюю точку сама А может, надо поговорить С его родителями? Нет Будет некрасиво Ты скажи маме Мне неловко, пожалуйста А вдруг маме станет плохо Когда она узнает об этом Так будет лучше Чем скрывать правду Я не смогу Сама расскажи, пожалуйста Илюхо Амин Вознаграде наших детей счастьем Дай им хороших Праведных детей Аллаху Акбар Как вы поживаете? Посмотри на блюдо Не утруждайте себя Всё есть Не надо Я даже не знаю С чего мне начать Кажется Мы Мы немного поспешили Насчёт Нашей свадьбы О чём это вы? Почему вы так говорите? Не пугайте меня Пожалуйста Джасур Наговорил всякое Ироди Видимо, вы ничего не знаете О случившемся Не знаю Мы не должны решить за них И совершить ошибку Вы, пожалуйста, тоже Поговорите с Джасуром Дальбархан Вы же знаете Сегодняшнюю молодёжь Ссорятся из-за пустяков После свадьбы Привыкнут ко всему Всё будет хорошо Не волнуйтесь Да, может, они поругались А мы их помирим Вы взрослая женщина Многое повидали в жизни Думая о себе Мы не должны их сделать несчастными До каких пор Мы будем их мирить Давайте не будем разрушать Наши дружеские отношения Прошу вас Рада вас видеть Где он? Где? Чего уставилась? Позови Джасур Я здесь Хорошо, что вернулись Я собирался на работу Какая ещё работа? Никуда не пойдёшь Что ты сказал, Ироди? Сказал, что хочу расстаться Почему? Ни с того, ни с сего Предложил расстаться А о нас подумал Хоть немного Мы с ней слишком разные люди, мам Мы что тебе, марионетки? Захотел? Расторгнул помолвку С девушкой взгляда не сходится Решил расстаться А ты думал о нас Как мать Я имею право знать О твоём решении, сынок Или нет? Я чуть не провалилась Сквозь землю от стыда Раз уж так Открой нам своё сердце Чего молчишь? Говори Язык проглотил Я полюбил другую Ты слышала? Кто она? А ты думал о последствиях? Что подумает о нас её отец? Как твой отец будет смотреть ему в глаза? Ты думал о своей семье? Джасур, подумай хорошенько Ты понимаешь, что ты натворил Ты совершаешь ошибку Ради любви одной Ты делаешь другую несчастной У меня сейчас сердце разорвётся Что я скажу твоему отцу? Ты нас опозорил Зачем мне такая жизнь Если я не смогу прожить её С любимым человеком? Не кричи на маму Ты должен был подумать о последствиях Почему ты так узко рассуждаешь? Почему ты не подумал обо мне? Ты опозорил нашу семью Нашу репутацию Ты всё испортил Нет Тебе не нужны родители Мама, вам одному папиного слова достаточно, правильно? Да Итак, с сестрой? И что? Но у нас с Иродой никогда так не будет, поймите меня Ты сначала заведи семью А вот потом имеешь право говорить такие вещи Нечего придумывать Иди на работу, потом обсудим Идёмте, мама Успокойтесь Я не думала, что вырастила такого сына Можешь не возвращаться домой Сивара, я не шучу Я тебе серьёзно говорю это Это просто невозможно, Джасур Ты не женатый парень А я женщина с двумя детьми Не делай из меня из себя посмешище Сегодня мы расторгали помолвку О, Боже Ну что ты натворил, Джасур? Давай представим, что я согласилась А твои родители? Что они подумают? Что подумают люди? Они будут осуждать нас, смеяться Мы будем в центре внимания Максимум три дня Это наша жизнь Никто не пройдёт её для нас Нам лучше больше не встречаться Ты сильный человек Время всё лечит Бывают такие раны Со временем только ухудшаются Ничто, никто не сможет её заживить Ты помирись с родными Не побуждай их ненависть к себе из-за меня Я с ними поговорю Здравствуйте, дядя Когда пришли? Олег, привет Хорошо, как вы сами Хорошо, как успехи Отлично Попрощайся с дядей У нас дела Ну ладно, до свидания, дядя До свидания Удачи Ассалам алейкум, папа Алейкум, салам Как вы, папа? Я буду у себя Не спеши, подожди Есть разговор Да, папа Сможем поговорить? Что случилось? С тех пор, как пришёл с работы Твоя мама плачет И ничего не говорит Что случилось? Много чего Он нас опозорил Вдруг решил, что с родой у них Разные взгляды на жизнь Ты посмотри на него Хватит Сынок Есть веские причины Скажи нам правду Папа, я знаю, что перед её папой Если знаешь Исправь свою ошибку Семья не строится так легко Как тебе кажется Настоящий мужчина так не поступает Вчера дал слово Сегодня передумал Я исправил свою ошибку Прекратить отношения сегодня лучше Чем завтра пожениться А потом развестись Ты уже сварил кашу Что теперь имеешь в виду? Хорошо, что люди Ещё не знают об этом Иначе ты бы очернил Имя одной невинной девушки Теперь мы с твоей мамой Вынуждены извиняться Перед ними Да? Что случилось? Вы сегодня очень задумчивая Диасур опять пришёл Да, знаю, что пришёл Предлагает мне руку и сердце Я его совсем не понимаю Думала, он шутит Но, увы, наоборот А может, он действительно вас любит? Подумайте Вы же не будете всю жизнь Жить в одиночестве Ты что, потеряла голову? Он же неженатый мужчина Какая мать согласится на то, Что её неженатый сын Взял бы в жёны женщину С двумя детьми? Да, с этой точки зрения Вы правы Я уже знаю, как больно Потерять опору Кто даст мне гарантии Что он не изменится в будущем? Да, действительно Мама, смотрите Я нарисовала платье своим куклам Ты мой будущий дизайнер Красивые платья Давай, пора домой Где брат? Ой, бег Пойдём домой Мама? Да? Повезёте меня завтра к дяде Диасур на работу? У него нет времени играть с тобой Ну давайте, готовьтесь Пора домой Пока Ирода Диасур не позвонил? Оказывается, его родители ничего не знали Его мама прямо немела, когда услышала об этом Нет Не звонит Я совершила много глупостей и ошибок Не уделяла ему внимания А сейчас думаю только про учёбу Если смогу пройти этот конкурс Я поеду за границу Думаю, так будет лучше Хочу быть подальше от людей Вот и всё Уеду Дорогой, ужин готов Выйдешь? Как успехи у Эроды? Всё нормально Оказывается, есть грант на учёбу за границу День и ночь готовятся Заинтересовалась учёбой за рубежом Это хорошо Но Что скажут наши сваты? Джасур знает об этом Думаю Мы поспешили со свадьбой Пусть окончит институт К тому же Джасур Джасур не согласился? Сами знает Пускай она поучаствует Хорошо Если выиграет грант, пускай увидит мир Я с детства мечтал стать перевозчиком В наше время это было невозможно А сейчас Много возможностей для молодёжи А свадьба подождёт Да, согласна Ну давай Теперь покушаем Ужин остынет Понял Да, понял Поступай точно, как я тебе сказал Хорошо Значит, завтра ты организуешь это Здравствуйте Здравствуйте Как вы? Чего так уставился? Налей всем чай Ладно Папа всю ночь не смог уснуть из-за тебя Помолвка расторгнута Есть другие кандидаты А? Может Расскажешь нам О своей возлюбленной Сначала надо разузнать о её семье Чего молчишь? Сколько можно ждать? Меня ждут на работе Вернусь Через час Сядь на место Я быстро, пап На место сказал Мать задала тебе вопрос Надо отвечать На вопрос, сынок Никуда не выйдешь, пока Мы не решим эту проблему Ты понял? Говори Тебе говорю Выкладывай У нас в ресторане работает Один парень Он певец И? Его зовут Сардор Так У него Есть сестра Её зовут Сивара Я не ослышался? Сейчас Брат шутит Да? Она же взрослая женщина Она шила наши занавески в ресторане Брат Ты издеваешься? Мама Не стоит к ним идти Не поняла Они нам не подходят В чём именно? Ты до конца скажешь Или нам самим познакомиться с ней Она старше брата Вдобавок У неё двое детей Что? Брат, или я ошибаюсь Двое детей? Или есть и другой Сардор С двумя детьми? Да Ты слышал это? Ну говори что-нибудь Говори, пожалуйста С двумя детьми Разведённая женщина Я всё объясню Нет Хочешь нас заживо похоронить? Хочешь жениться на разведённой женщине? Мама, успокойтесь Что ты творишь? Разум потерял Я вам всё объясню Да что тут объяснять? Ты отказал такой хорошей семье Теперь хочешь опозорить нас на весь город Ты тоже говори Ну говори что-нибудь Господи Дорогой Папа Папа Что с тобой? Папа, откройте глаза Это ты во всём виноват Папа Негодяй Пожалуйста Папа Здравствуйте 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 Ваш муж перенервничал Впредь он не должен нервничать Берегите его Хорошо? Да, спасибо вам Спасибо вам Присматривайте за ним Спасибо Брат Что ты натворил? Если с папой что-то случится И я тебя не прощу Тихо Мама Мама, что случилось? С папой ведь всё хорошо было Почему внезапно так случилось? Вельхон, ты отвези маму с сестрой домой А я вас догоню Я сам буду присматривать за маму Объясните мне кто-нибудь Слушай внимательно Ты уже всё испортил Сделал своё Тише, тише Нечего тебе приказывать мне Понял? Замолчите Хватит Мама, не плачьте, пожалуйста Пожалуйста, умоляю Я тоже имею право знать правду Почему все молчат? Всё из-за меня За то, что расторгнул помолвку Я совершил ошибку Надо было промолчать Ещё не всё потеряно Видишь, к чему всё это привело? Ты чуть ли не разрушил дружбу детства Между нашими отцами Если с папой что-то случится Будешь виноват ты Расторжение помолвки Это ещё начало Говорит, что хочет жениться На разведённой женщине С двумя детьми Что? Какой позор Если так и будет У меня нет такого брата Запомни мои слова Не будет такой родни, как ты Ты хотя бы о нас подумал? Каково будет нашему отцу? Ты об этом подумал? Она околдовала моего сына Всё ведь было решено Пойду к ней домой И опозорю её перед соседями Я ей ещё покажу Она меня узнает Если вы так поступите Вам меня больше не видать Мама, не надо Он сам нашёл её Сам и избавится Вот это красивый цвет Да, хорошо, сочетается Айбек не пришёл? Нет А что случилось? Привет, девочка Мама, сегодня наша учительница Потеряла сознание Правда? Айбек пропал на перемене Вот и отпустили нас пораньше Сабин, твой одноклассник Айбек? Да, тот самый Вы их однажды подбросили, помните? Что скажете на этом? Привет, девушки Здравствуйте Здравствуйте А где Сивара? Она была здесь Ага Она в той комнате Сивара? Да Нашли Айбека? Нет Откуда ты услышал? Они же с моей племянницей учатся Она рассказала Тебя кто-то обидел? Нет Он мне ничего не говорил Где он может быть? Слушай А Айбек общается со своим отцом? Может он пошёл к нему? Да Да-да А Айбек с тобой? Мог бы предупредить У меня чуть сердце не разорвалось Что ты делаешь? Мама Джасуру ничего не говорите Завтра я пойду к ней на работу И узнаю, кто эта мерзавка Добрый день Добрый день Как вы, мама? Как твои дела? Мама Знаю, я вас сильно огорчил Ведь Сердцу не прикажешь Я долго думаю В конечном счёте Я буду жить с ней Мнение людей Мнение людей не важно для меня Тебе родные тоже не важны Ты сам по себе вырос За всё надо платить в этой жизни, брат Допустим, поженились Но потом тебе самому будет трудно Жизнь после свадьбы не будет такой гладкой Бывают разные испытания Вдруг после свадьбы Не сможете жить счастливо И твоя любовь превратится в ненависть Мама, вы поговорите с ней Она вам понравится Мама не будет разговаривать с этой мерзавкой Если надо, я лично поговорю с ней Если вы не согласны Мне не нужна другая женщина Хорошо Завтра Я поговорю с ней Поговорю Если хотите с ней поругаться Не стоит идти Не надо, мама Ты понимаешь, на что ты идёшь? Она же старше тебя на пять лет Как я И ты её выбрал Ты думаешь о наших родителях? Как они будут ходить перед людьми? Ты подумал об этом? Я Вам сказал своё слово Принести вам чай или кофе? Ничего не нужно Хорошо Я позову Севару Здравствуйте Добро пожаловать Извините, заставила ждать Чем могу помочь? Здравствуй, дочка Как дела? Хорошо Мы не знали, что ты так занята Зайдём в другой раз, да? Обиделись, что я долго задержалась? Да нет Мы просто очень спешим Умида Кто они? Не знаю Наверное, клиенты Ну ладно, не будем отвлекаться Очень красиво А это ещё лучше А вот это? Девушки Да Ничего не сказали этим женщинам? Нет Ушли, казалось, они чем-то были расстроены Они тебя спросили Меня? А что-то не так? Ну ладно Ускурьте заказ Хорошо Как я буду смотреть в глаза своих родителей Своего брата? Недавно сестру выдали замуж Люди подумают, что я дождалась этого Я уже поговорил с мамой Завтра она пойдёт к тебе домой Завести семью нетрудно, Джасур А жить Понять друг друга очень тяжело Я готов Если человек верит в себя, у него всё получится Ты ещё молод? Вдруг, если не сможешь найти общий язык Твоя любовь превратится в ненависть Ты мне доверяй Всё будет хорошо Мы не должны спешить Не хочу, чтобы она снова разочаровалась Чем он занимается? Дорогой, ты его знаешь? Он владелец того ресторана, где Сардор работает Ну вспомни Вот как? Видимо, у них всё серьёзно Что дальше? Кроме неё мне не нужна другая женщина Вот так он говорит Ладно, у нас нет другого выбора Пускай поживут тогда Я зашла к ней на работу Увидела её Немного поговорила Скромная молодая женщина Ещё бог знает Хитрость, что гибкость Обовьёт и не заметишь Не зря говорят Детей учить не лясы точить Он нас заживо похоронил Заживо Десу растоптал нашу гордость Алло Алло, Сивара Сегодня мы должны встретиться Хорошо Идём Господи, что за дни Здравствуйте Добро пожаловать Заходите Мой друг дома Да, все дома Заходите Пожалуйста Ну-ка Добро пожаловать Как ты, Акмаль? Как поживаете? Давно не виделись Спасибо Был очень занят К тому же Эти хлопоты Как ты сам Как дети Хорошо Спасибо Как твои дела? Самандар Нам Очень неловко перед вами Да Просим Прощения За нашего сына Да Джасур Он Скоро Женится Мы С тобой Старые друзья Насчёт Судьбы Наших детей Мы Бессиль Мы Рады за вас За свадьбу Джасура Зибухон Вы Не волнуйтесь За иродой Многие Сватываются Дальбархон Вы Были Правы Мы Не Послушали Их Я же Говорила Не спешить Но вы Настаивали Это решение Джасура Вы уже Ничего Не сможете Поделать И Рада Достойна Самого Лучшего Я Очень Хотела Чтобы Она Стала Моей Снохой Очень Хотела И Рада У нас Очень Самостоятельная Может Поэтому Они Не подошли Друг К другу Джасур Нашёл Женщину Своей Мечты А мы Пожелаем Им Счастья Пусть Они Будут Счастливы Простите Нас Пожалуйста Да Простите Нас Нам Очень Жаль Счастливы Девушки отдыхают Угостили соседей Она разведённая, а мой сын неженатый Мы были обязаны раздать всем плов Я вообще поражена Не надо было соглашаться Он бы смирился Она и детей привела Но... Джасур хочет их привезти сегодня Мы станем настоящим посмешищем Позорным Стыдным Пускай живут отдельно Добрый день, сестра Добро пожаловать День добрый Не называй меня сестрой Мы с тобой ровесники Дочка, иди, закончи свои дела Мама, она что? Сразу стала вам дочерью? Дочка Заходите Это теперь и ваш дом Теперь все будем жить вместе Хорошо? Хорошо Дядя, теперь мама не будет работать? Пока она будет дома Позже вернётся к работе Согласны? Здравствуй, сестра Здравствуй Где мама? Ушла в гости Её нет дома Что-то нужно? Чем могу помочь? Да, я хотела оставить сына Надо кое-куда съездить Оставьте его мне Ну ладно Иди к тёте Иди ко мне Покорми его Сказали, что старше его Хорошенькая оказывается Она просто закрутила ему голову Да? Значит, довольно хитрая Поэтому тётя Зибо Не выходит на улицу Боится позора От стыда не выходит Понятно От стыда Её сын выбрал её Ну что поделаешь Привет Привет Как прошёл день? Отлично Ужинать будешь? Нет, не голоден Почему не спёшь? Тебя ждала У меня к тебе одна просьба Угу А, кстати, дети привыкли? Да Спасибо тебе Дети рядом, ты рядом Я хотела спросить, может, с завтрашнего дня Мне вернуться на работу? Думаю, будет трудно За детьми надо присматривать Домашние дела, всякое такое Справлюсь Но если ты в этом уверена Пожалуйста Я не против Тётя, смотрите, Сабина Сломала мою куклу Вот и здорово получилось Тебе своих игрушек не хватает, что ли? Дочка, не обижайся Папа купит тебе новую Мама Взяли сноху И сами стали снохой Вы ей слуга, что ли? Все домашние дела она сама делает Я только готовлю еду К тому же, вчера она дала мне свою зарплату Сказала, что на свадьбу Ильхома пригодится Понятно тебе Ну что, вы так нуждаетесь в её деньгах, что ли? Она очень хозяйственная женщина Она не такая, как мы её представили Она же недавно пришла в этот дом Но уже успела околдовать вас, мамочка Вы её расхваливаете прям до небес Пришла дочка Здравствуйте, мама Здравствуй, дочка Немного задержалась Опять сами сварили обед Я просила вас не возиться на кухню Ничего страшного Как вы, сестра? Можешь работать сколько угодно У тебя же есть служанка Сабина Нехорошо копаться в телефоне взрослых Ты забыла? Сивара Ты таким образом мстишь моей дочери за сломанную куклу? Сестра Дитя не плачет Мать не разумеет Я даже своим детям не даю свой телефон Я Сабине много раз объясняла это Она, наверное, просто забыла Да, боишься, что раскроются твои секреты Думаю, тебе было нелегко закрутить голову моего брата Нечего так скромничать Моя мама порядочная женщина Думайте, что говорите Вы каждый раз находите себе повод ругаться с мамой Закрой рот Если бы вы были хорошими детьми Твой отец не бросил бы вас Невоспитанный Мама, давайте уйдем отсюда Чего пялишься? Что происходит? Тебе так интересно Что случилось? Чего только не случилось в этом доме Что с тобой, сестра? Твой избалованный выгоняет меня из моего родного дома Хватит уже ссор Прекратите уже Слава Богу, что не твой сын Было бы так Вы бы все вместе выгнали меня из дома Что случилось? Вставай, Сабина, уходим Я вас спрашиваю Ничего не случилось Слышать не хочу вас Жена найдется, а родня нет С тех пор, как она пришла Ты изменился до неузнаваемости Ни капельки заботы к родным Она тебя околдовала И вышла за тебя с двумя детьми Она обвивает тебя вокруг пальца Ты меня сильно разочаровал Паризода, давай уйдем отсюда Они все равно не примут нас как родных Брат, а куда мы пойдем? Не знаю У папы свои дети Что будем делать? Не знаю Дочка Да, папа Сначала позови детей Потом подашь ужин Хорошо, папа Чай на ли? А куда мы идем? Не знаю Надеюсь, найдется куда пойти Мама Чего? Что случилось? Детей нет Господи Не поняла Стой Я с тобой Не понял Что происходит? Здравствуйте Здравствуйте, извините Какой автобус едет на Сергели? Отсюда не едет на Сергели Давай лучше вернемся А куда вы собрались? Мы сбежали из дома Мы там не нужны А родители знают об этом Никто не знает А вдруг они начнут разыскивать вас? Они волнуются, наверное Нехорошо убегать из дома Давайте я вас отвезу домой Где живете? На Сергели Давайте идемте со мной Их нигде нет Хорошо Значит, сейчас перейдем дорогу Потом туда и налево, поняли? Айбек Что вы здесь делаете? Здравствуйте, папа Здравствуйте, спасибо Кто вы такие? Я их отец Нехорошо оставлять детей без присмотра Они чуть ли не потерялись Разве так можно? Спасибо вам Мы вас поняли Спасибо вам Простите Идемте Больше так не делайте Мы очень волновались Ты моя сладкая принцесса Здравствуйте, дедушка Слава богу, они целы Слава богу Идите к себе в комнату Давайте Сынок, надо поговорить Сынок, мы с твоей мамой Посоветовались И приняли решение Мы не против, если вы хотите жить Отдельно От нас Не против Да Папа, почему вы так говорите? Мы хотим избежать конфликтов Разногласий В этом доме каждый божий день Ссора Дело не в твоей жене Мы не хотим, чтобы вы ругались из-за детей Так будет лучше Для нас всех Мы так решили Ты понял, сынок Диасур Привет Привет Как дела? Выиграла конкурс, оказывается Да, повезло Как прошло путешествие? Отлично А ты изменился? Да Ты был прав Ничто не сравнится С нашими обычаями А ты повзрослела Идем, поделишься впечатлением С удовольствием Главное Будь ответственным Потихоньку привыкнешь Научишься Давай, иди работай Хорошо Привет, Эльхолм Здравствуйте, сестра Здравствуй Как поживаете? Какие ветра? Диасур не приходит домой Вот уже три дня А он Пуш Занят Делами ресторана Понимаете? Привет Привет Почему не спишь? Нам надо поговорить Ты и вчера не пришел домой У меня было дело по голову Что за допрос? Скажи мне правду Ты изменился Может, полюбил другую Почему ты так говоришь? Сегодня я зашла к тебе на работу Ты сидел с одной девушкой Значит, следишь за мной Мне не нравятся твои допросы Может, впредь Ты сама назначишь мне встречи, а? Семья Семья Это не допрос Ответственность Я твоя жена Неужели не имею права? Это была Ирода Случайно встретились Потом проводил ее Нечего делать Здесь мухи слона Сегодня Ирода А завтра другая А я Буду ждать тебя и мучиться Без доверия Любая семья разрушится Из своего горького опыта знаю Мне все это знакомо Хочешь сказать Что ты умнее И опытнее меня? Я же не морочу тебе голову За то, что ты работаешь с мужчинами Послушай меня Оставь меня в покое Что ты сказал? Хватит уже Мама Как поживаете? Неплохо А как твои дела? Хорошо, мама Спасибо А где папа? На работе Скоро придет Сынок В семейной жизни Бывают разногласия Требуются годы Чтобы принять И понять Друг друга Твоя жена пришла сегодня Опять жаловалась Волновалась за тебя Пойми ее Ей тоже нелегко Она не сможет пережить второго провала Ты выбрал ее Был против всех Труднее оставаться И держаться на вершине Чем добираться До нее Ты понял? Вы правы, мама Но Я не потерплю Когда она вмешивается В мои дела Вообще-то Я должен Все обдумать сам Я обдумаю И решу Вы не переживайте Ладно, сынок Иди домой Мама Вы меня выгоняете? Что в этом плохого Если останусь на ночь? Хочу поспать В своей комнате Как хочешь Вчера, когда я вас увидела Мне казалось, что вы разочарованы своей судьбой Знаете Рассказав вам свою историю Я смог проанализировать свой жизненный путь еще раз Теперь я Все понял Я совершил большую ошибку Я пренебрегал советами своих родителей Если человек не будет терпеливым к испытаниям судьбы Он может все потерять Бывают такие времена, когда бросить все и уйти Легче, чем начать все с нуля Представим, вы так и сделали Что дальше? Ваша любовь превратится в ненависть Жизнь – наш учитель Надо взять от жизни все, что она может дать Вы можете совершить большие ошибки из-за слабости характера Вам было нелегко добиться доверия своих близких А теперь вы запросто откажетесь от всего Не забывайте Жизнь всегда дает нам выбор Наша жизнь Это как наш дом Захотим – превратим его в замок А не захотим – в трущобу Доброе утро, Зи Бахон Доброе утро Доброе утро Как вы? Хорошо, спасибо Заходите, позавтракаем Спасибо в другой раз Спешу в магазин Слышали, жена Джесура вернулась Откуда узнали? Вы же знаете, я ничего не упускаю из виду Я все знаю Да Смотрите, ее дочь играет Фаризо, дойди сюда Давай, солнышко Подойди к нам, умница Здравствуйте Здравствуй Как ты? Хорошо А как твой брат? Хорошо, пришли в гости Нет, мама сегодня поздно освободится с работы Вот мы и остались у бабушки После работы вернемся домой Тоже мне вернуться домой Вот уже два дня они здесь Они вернулись сюда Ну иди, доченька, иди Она же ребенок Может, она права? Ты такая наивная Такие женщины запросто обовьют мужчин вокруг пальца Ну ладно, Ранох, он у меня много дел Мама Да, Сардор Что случилось? Сестра Доченька Сестра Господи Что с ней? Что случилось? Боже мой, доченька Здравствуйте, дядя Здравствуй Как настроение? Хорошо Почему так рано вернулся в школу? Паризода сегодня не пришла в школу А Айбек отпросился Паризода попала в больницу Она выпила много таблеток Да? Ты иди Все будет хорошо Я пошел Хорошо Ирода, привет Тимур, это ты Как жизнь? Отлично Все нормально? Как ты сам? Что ты здесь делаешь? Все нормально? Мне предложили здесь работу Вот и пришел Отлично, мне тоже предложили работу Поздравляю А ты изменилась Стала еще красивее Спасибо А ты женился? Знаешь Хочу все начать с чистого листа Если ты не против Сегодня же моя мама поедет к вам домой посвататься Подумай, у нас все получится Я подчиняюсь своим родителям Хорошо, береги себя Спасибо Пока До скорой Увидимся Милая, как ты себя чувствуешь? Ну почему ты так поступила? Мама, вы же хорошая женщина Бабушкина соседка сказала, что вы непорядочная женщина Нашли себе другого Прости свою несчастную маму Прости Мама, не плачьте Солнышко мое Мы тебя обидели Почему ты плачешь? Мы тебя очень любим Почему ты о нас не подумал О маме, о брате, обо мне Всегда открывай свое сердце нам Маме, папе, брату Больше так не делай от обиды И больше не пугай маму Хорошо? Иди ко мне Принцесса моя Давай, поедем домой Я сам, мама Фильм озвучен на студии Miracle Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!